Представляю вас соперника, вы первые бойца в синем углу! Ему 28 лет, рост 172 см, вес 75,8 кг, профессиональный рекорд 25 боев, 22 победы и 3 поножения! Он чемпион Армении по кикбоксингу К1, шестикратный чемпион организации ARMFC и чемпионы арстовской организации ProFC, представляющий Пинга-Бум из Ордене Таи, император Хачатрян! И его соперник в красном углу клетки, бойцу 33 года, рост 178 см, вес 77,4 кг, Его профессиональный рекорд 46 боев, 21 победа при 25 поножениях, он чемпион мира по боевому самбо и представляет бойцовский клуб Мастер ММА из Харькова, Украина, Анатолий Сафронов! Рефери-поединка Армен Анатолий Сафронов! Рефери-поединок Армен Анатолий Сафронов! ПОединка Армен Анатолий Сафронов! Джентльмены, внимательно слушаем мою команду, по затылку, по позвоночнику не бьем, за седку не хватает, с прежде честной красивой поединок! Оважаем руки, удачи обоим, разошлись по углам! Уважаемые любители единоборств, предлагаем вашему вниманию турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 54, который проходит в Ростове-на-Дону в концернно-спортивном комплексе «Экспресс». Главным событием сегодняшнего вечера станет бой тяжеловесов Сергея Павловича и Алексея Кудина. А сейчас у нас поединок легковесов Давида Хачатриана и Анатолия Сафронова. Армения против Украины. Вместе с вами за поединками наблюдают комментаторы Алексей Володин и Ян Баранчук. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас, в общем, только соперники проводят разведку. Хороший левый по корпусу мы увидели, а Давида Хачатриана продолжает он в своей атаке. Правый лоу-кик. Очень аккуратно действует Анатолий Сафронов. Не идет вперед. С большим пиететом относится к своему сопернику. Ну, как мы уже отмечали, много побед, но и много поражений есть в копилке у 33-летнего бойца из Харькова. А Давид Хачатриан уже давно выступает под эгидой Fight Nights. И его поединки всегда очень яркие, красочные. И стремится он закончить встречу, как правило, досрочно. Ну, Анатолия Сафронова, да, много поражений, но и очень серьезная оппозиция была в карьере. Подклад! Какой роскошный в исполнении Анатолия Сафронова. Шикарно бросил, но единственное, что не стал преследовать Паттере, видимо, не собирается бороться в этом поединке Анатолий Сафронов. А Давид Хачатриан как раз-таки собирается. Клинча попытка была бросить зацепом. Анатолий Сафронов обороняется. У сетки. Немного технических действий мы с вами сейчас наблюдаем. Старался бросить Хачатриан и на выходе выбрасывает правый айперкот. Несколько раз болезненно атаковал Давид Хачатриан по корпусу слева. Но сейчас решил все-таки провести он тейкдаун во что бы то ни стало. Вновь отзащищался Сафронов. Да, с защитой от тейкдаунов у украинского спортсмена сегодня все в порядке. Во всяком случае, пока. Ну и Давид достаточно много сил потратил на первых минутах. Безуспешно пытаясь перевести соперника в Паттер. Плотно попадает левым снизу сейчас Хачатриан. Пусть и по защите, но все же этот удар доставил проблемы. Вот левый боковой по корпусу уже несколько раз успешно проводил атаки Давид Хачатриан. Фронткик от Сафронова. На бою до острых поединок на встречных курсах мы с вами наблюдаем. Прибрал инициативу к своим рукам сейчас Хачатриан. Периодически достает его джебами Анатолий Сафронов. Но тактика украинца понятна. Оставаться на дальней дистанции, расстреливать соперника, не позволяя ему ни в коем случае сближаться и входить в клинч. Локи мощный от Армянина. И левым боковым достает соперника Сафронов. Вот эта комбинация левой по корпусу и тут же проход в ноги уже отработана. У Хачатриана и похоже, что Сафронов вот так же к ней привык. Продолжает по корпусу работать Давид Хачатрян. Но из очередного клинча легко выходит Сафронов. Да, уже порядка пяти или шести ударов выбросил в область печени Давид Хачатрян. И это может сказаться. Очередная попытка перевода. Но Анатолий Сафронов уверенно обороняется, выигрывает позицию сейчас партера. Заходит под удушающий прием. И вновь стойка. Последняя минута первого раунда. Еще одна атака Хачатряна. Попадает, судя по всему, над правым апперкотом. И невысоко держит руки Анатолий Сафронов. Прижимает соперника к сетке Давид Хачатрян. Но пока что Сафронов очень хорошо двигается. Все делает правильно. Уходит от правой сильнейшей руки Давида. Еще одна серия ударов по корпусу. И, судя по всему, уже очень серьезный дискомфорт начинают они доставлять Анатолию Сафронову. Да, на этот раз справа попал Давид. И продолжает идти вперед. Еще одна попадание. Звучит сирена об окончании первого раунда. Итак, начинается вторая пятиминутка. Давид Хачатрян против Анатолия Сафронова. Начинает прессинговать в начале раунда. Сафронов идет вперед. Сдвоенный джеб выбрасывает. Все прекрасно видит Хачатрян. Небольшое преимущество в росте и в длине рук есть у Сафронова. Пока еще ни разу Хачатряну не удалось перевести в борьбу этот поединок. Сейчас здорово слева пробил дважды. Провоцирует Давид соперника на какие-то необдуманные действия. Все время раздергивает, раскачивает. По корпусу вновь на входе хорошо сработал Хачатрян. Вкладывается в каждое свое действие Армянин. Еще на попадание и тут же хотел попасть слева в голову. Но этот удар пришелся мимо. Постоянно идет вперед Давид. И может пропустить колено навстречу. Нужно быть тоже бдительным. Периодически Хачатрян нарывается на джебы навстречу в исполнении Анатолия Сафронова. Уже украинец выучил несколько стандартных комбинаций Давида, как, например, левый по корпусу, левый в голову. С последующей попытки перевести в партер или с последующим клинчем уже эти комбинации не проходят. Необходимо Давиду придумывать что-то новое. Вот периодически проваливает тоже Сафронов Хачатряна, когда тут пытается делать апперкоты. Ну и, видимо, стремится Анатолий измотать оппонента. Пока ноги его не подводят, хорошо он двигается. Чувствует дистанцию. Очередная атака Хачатряна, но не пошел он вперед в последний момент. Решил, что дистанция не хорошая для продолжения атаки. Хорошая жесткая двойка в исполнении Хачатряна. Немножко замедлился на ногах Анатолий Сафронов и стал чаще застаиваться перед соперником. У обездвиженной мишени, конечно, намного комфортнее бить Давиду Хачатряну. Но вот сейчас последние несколько секунд активнее как раз Сафронов. Выбросил он целую серию ударов. Правда, все производится по защите или по воздуху. Левым джебом достигает. Оппонента Анатолий Сафронов. Кричат Давиду, что необходимо поднять руки. И совершает перевод. В данном случае Анатолий Сафронов забирает спину. И старается выйти под удушающий прием. Через руку не получилось. Сам в итоге оказался в гарде практически. Да, проиграл позицию из ничего практически Анатолий Сафронов. Казалось, что все для него так удачно складывается в этом эпизоде. Даже едва не забрал спину. Но сейчас уже Давид Хачатрян работает из фулмаута. И есть у него целых полторы минуты для того, чтобы завершить поединок, попытаться в свою пользу. Разворачивается Сафронов, встает. Как-то очень легко Хачатрян выпустил соперника из своих объятий. Видимо, подустал Хачатрян. И, кстати говоря, на взвешивании была зафиксирована разница в весе. И чисто визуально кажется, что Хачатрян весит больше. Но нет, на 2 килограмма он легче, что у сегодняшнего соперника оказалось. Тем временем, последняя минута у нас начинается второго раунда. Получился он даже более насыщенным, нежели первый. Еще один проход. Ноги есть, тейкдаун. На этот раз все получилось идеально. У Давида и боковой контроль. Старается перевести встречу в гард. Спортсмен из Украины. Пытается улучшить свою позицию Давид Хачатрян. Встает Анатолий Сафронов. Едва не отдал он спину. 10 секунд остается провести соперникам от второго раунда. И, ну что же, хорошая, бодрая вторая пятиминутка. И, судя по всему... Итак, дает обмашку Армен Ананян. И начинается третий и заключительный раунд. Центр октагона занимает Анатолий Сафронов. Начинает прессинговать, выбрасывает джеб. Продолжает фронткиком. Но лишь обозначает дистанцию Анатолий Сафронов. Это не какие-то мощные акцентированные удары. Вот как раз сильно Анатолий бьет навстречу. Ему больше подходит, когда соперник именно идет вперед. Ахачатрян продолжает путь в свою линию. Здорово атакует слева. Добавляет лоу-кики. И еще на попадание, на этот раз справа. Видим, есть кровотечение под левым глазом у Анатолия Сафронова. Он продолжает идти вперед. В общем, тактика, которая, если не позволит выиграть ему этот поединок, то позволит минимизировать ущерб, который наносит Давид Хачатрян. Промакивается левым боковым Сафронов. И пропускает он захват под одну ногу. Но Хачатрян на выходе получает удар в пах. Но, безусловно, Сафронов хотел пробить коленом выше в область корпуса, но попал в пах в область. Очень неприятное рассечение над левым глазом. Анатолия Сафронова готов продолжать поединок. Добавляет! 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 Хороший правый, одиночный. Точно в цель попадает Давид. Но не сумел полностью вложить корпус. И еще одно попадание в парк. Здесь действительно буквально на окнаш пробил Анатолий Сафронов. Неспортивно. И получает предупреждение. И это уже очень сильно меняет расклад по ходу этого поединка. Если до этого момента было определенное равенство, то сейчас, безусловно, Сафронову необходимо форсировать события. Иначе по очкам он эту встречу может проиграть. Но, на мой субъективный взгляд, все-таки поединок этот ведет Давид Хачатрян и по сумме, и по баллам. Поэтому вряд ли как-то кардинально изменится расклад. В любом случае, теперь же только досрочная концовка может помочь Анатолию Сафронову одержать победу во встрече. Хороший правый прямой вновь. Точно в цель отправляет Давид Хачатрян. Еще половина раунда впереди. Пытается взвинтить тэп Анатолий Сафронов. Идет вперед. Но все время вынужден Анатолий иметь в виду, что может контратаковать Давид. Вот как в этой ситуации. Очень здорово слева дважды пробил Давид. Сообразно аритмию создает Армянин. Хорошо двигается корпусом. Прежде всего, консовки матча. Еще один левый по печени точно попадает Давид. Остается совсем немного времени до окончания поединка. Ну что ж, Анатолий Сафронов держится. Но видно, что не хватает ему сил все-таки для того, чтобы увеличить темп. И, конечно, в этом поединке не продемонстрировал однокутирующий удар Анатолий. Всего шесть раз выигрывал он нокаутом в своей яркой и богатой карьере. Восемь раз заставлял соперников сдаться. По корпусу плотно атакует Давид. И продолжает оправдывать он звание фаворита в этой встрече. Последняя минута. В этом поединке осталось. И еще на попадании, похоже, вылетает Капа. А Капа вылетела в итоге у Хачатря. Последняя минута боя. Продолжает идти вперед Хачатря. Еще один правый точно в цель. Похоже, уже решил Давид доработать стойки. Не тратить силы на переводы. В борьбу держаться на дистанции. И еще раз вылетает Капа. Сейчас не станет ли Армен Анатолий выносить еще одно предупреждение. Нет, обошлось. Итак, концовка поединка. Присовсем закончился бензин у обоих бойцов. Давид Качатрян уже активно, совершенно откровенно работает вторым номером. Но периодически он переходит к каким-то атакующим действиям. Продолжает наносить удары по корпусу соперника. Без ударов идет вперед Анатолий Сафронов. И звучит финальная сирена. Не стали как-то взвинчивать темп в концовке спортсмены. Дорогие господа, по завершению трехраундового боя, единогласным решением судей, победу одержал Тари, император Ачатря. Ааааа!